Что мне интересно, значит, мне понравился заголовок про увольнение Виктора Танких. Хочу отметить, что газета вышла 24 числа января, а уволен Виктор Танких был вечером 23. Ого, успели, то есть. Да, то есть у них было бы появилась новость, такая небольшая, в 4 абзаца, но заголовком уволено за 6 минут 23 секунды. Я так понимаю, что речь идет о видео, когда смотрел губернатор. Кстати, ты знаешь, те видео, которые я смотрела, они были 6.24, поэтому я бы поспорила с газетой Оренбургской недели, за что его уволили. И я предлагаю послушать сейчас фрагмент программы «Персональный ваш», где гостем вчера был главный редактор и директор телеканала Орин ТВ Аркадий Пронин. Конечно, мы не могли с ним обойти стороной. Ситуацию с увольнением всего руководства Министерства Лесного. Почти всего. Ну как, всего. Там три министра было, ой, простите, три министра. Расширила структура. Министр и три заместителя, да, и всех четверых их уволили, так что все руководство. Ну да. Ну, может быть, там остались начальники отделов, конечно, но самую-самую верхушку ее всю освободили от своих должностей. Давайте послушаем, что по этому поводу и вообще по этому видео говорил вчера в эфире Аркадий Пронин. О том видео, которое появилось несколько дней уже теперь тому назад на видеохостинге YouTube, из-за которого в итоге, вот, казалось бы, из-за такой безобидной, милой, забавной шутки уволили, освободили от занимаемых должностей министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области и всех его заместителей в количестве три штуки. Ну это министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области единственное, да, в ранге министерства, профильное ведомство в нашем регионе, вообще во всей России, только в Оренбургской области, да, есть это министерство, везде там департаменты. Да бог себе, там стыга, в степном крае. Оно же сотрясаемо скандалами последние 4, 5, 6 лет во всем. Но тем не менее, смотрите, Ирина, обвиняли. Ирина, обвиняли. Скандалы увольняют после видеоролика. Это правило решение губернатора? Увольняют не по результатам работы, не за очковтирательство, которым обвиняли танких на протяжении многих лет, с этим миллионом 2, 3, 4, с лесами победы. Не за уголовные дела, которые заводили на заместителей, на сотрудников, на чёртовские проверки. По результатам работы из 28 лесхозов осталось, по-моему, вдвое меньше, 12 или 15. То есть не результаты работы, по которым губернатор мог сказать, ну, всё, парень, давай, или уходи сам, или я... А вдруг из-за искусства, из-за фильма. То есть если бы было опубликовано, неважно, в сети, в СМИ, на телевидении или где-то, ролик, там, губернатору принесли, где скрытой камерой какое-то откровение, там, да, или шалость, там, у министра или его причинения, я это ещё понимаю. Но когда постановочные, да, когда я это увидел ещё, а я видел их много, да, в том числе и в авторстве Викторовича. До того, как ещё они были. До того, да. Но это же... Вы думали, когда-нибудь, что это приведёт когда-нибудь к увольнению её? Нет, это искусство, да, Ирин? Это хорошая актёрская игра. Мы увидели, что это постановочные кадры, видим какие-то были дубли. То есть губернатор не прав, что после такого резонанса от нарезки из этих видео принял решение об увольнении. Ну, опубликовали в сети. Да. Начали смотреть. Стало быстро набирать просмотры. Да ради бога, набирает просмотры. Что? Что было такого там в этом ролике, что дискредитировало правительство? Что-то нашёл губернатор. Это надо спрашивать. То есть не прав он всё-таки. Я не знаю, прав или не прав. Нет, я прошу вас дать оценку всё-таки, а вы уходите от этого. Нет, ещё раз говорю, меня позабавила даже реплика, якобы там губернатор сказал, что этим ребятам надо премию Дарвина. Да, на сайте правительства это опубликовано. И меня это, конечно, позабавило, потому что, насколько я помню, премия Дарвина, это виртуальная премия, да, вручается погибшим там глупой смертью людям или глупости, не имеющим детей, да, и тем самым там, ну, генофонд планеты, да, улучшающий именно из-за своей глупости. То есть в данном случае это что? Губернатор там виртуально дал понять, что эти люди, эти дураки, да, и вот эти дебилы, они теперь не в его, да, команде, он их увольняет, но таким образом, как воспринимать сегодняшнюю работу одного из уволенных вчера заместителей? Насколько я понимаю, один из, по-моему, этот Добровидов, он сегодня продолжил свою обязанность в ранге исполняющего обязанности. Ну, должен доказать теперь. Он, кстати, не снимался в этих видео, мы вчера с ним по телефону разговаривали. Да бог, снимался, не снимался, да там хорошее видео, прекрасные актеры. Это был Аркадий Пронин, главный редактор и директор телеканала Орен ТВ, и обсуждали мы с ним спорную историю с увольнением... Действительно, крайне спорная история, с увольнением министра и его заместителей. Интересные смски, кстати, от слушателей приходят, и Радик говорит, Танких в ролике выглядел глупо, но Берг, уволив его, выглядел не менее глупо. Марат пишет, видимо, желание уволить Танких было давно, а тут и возможность подвернулась, либо страх Берга перед выборами достаточно велик. Ну вот, если, кстати, говорить о разных конспирологических таких версиях, почему же была такая срочность увольнения, и, в принципе, почему, казалось бы, такое прекрасное видео, и министерство, да и видео, почему такое видео послужило причиной увольнения, то пишет об этом еще и портал Орен Дэй. Вчера поздно вечером у них появилась публикация «Минлесхоз Оренбуржья ждет реорганизация с вопросительным знаком». Почитаю несколько абзацев из этой публикации, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вчера постановочный видеоролик, в котором сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области распивают спиртные напитки и играют в карты на бюджетные деньги, которые достают из большого мешка, стал причиной для увольнения самого министра и трех его заместителей. Такова ли истинная причина. Далее в публикации напоминается все, что происходило, все комментарии на эту тему, и дальше строятся как раз версии. Срочность, с которой были уволены запятнавшие честь мундира чиновники, обращает на себя внимание. Вспомним хотя бы недавние события, разворачивавшиеся с экс-министром физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олегом Пивуновым, которого осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Будучи подозреваемым и обвиняемым и подсудимым, он оставался министром ровно до тех пор, пока сам не написал заявление на увольнение по собственному желанию. Данный факт натолкнул на подозрения. Как выяснилось, они не беспочвены. В узких кругах ранее обсуждался вопрос о расформировании Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. Напомним, исполняющим обязанности министра назначили Владимира Морозова, который ранее занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Именно при этом в структурном подразделении правительства Оренбургской области вплоть до января 2011 года существовали департамент лесного хозяйства, управление охотничьего хозяйства и отдел по охране и использованию лесных ресурсов и объектов животного мира. Так что газета, не газета, а издание, портал Оренбургской области предполагает, что такой позиции, что нужно вернуть обратно все эти департаменты в состав Министерства сельского хозяйства, нашлись единомышленники. И, возможно, пикантное видео, это лишь, да, ускорило все эти процессы. Ну, вообще, да, как будто бы это видео стало поводом больше, чем причиной, наверное. Причины-то на самом деле какие-то накапливались со временем. Ты знаешь, так мне кажется, Аркадий Михайлович как раз пронин, я имею в виду, и говорит, что причин-то... Причины были, да. Если уж кто-то хотел уволить министра или заместителя, причин было более чем достаточно. Ну и давай скажем, что эта тема, конечно, сразу же вышла на федеральный уровень, и об этом мы вчера тоже говорили, и вчера этой теме даже уделялось внимания в некоторых... Телевизионных. Я так все-таки кавычки поставлю, популярных ток-шоу на федеральных каналах. Лень, ты ознакомился с этим? Да, я посмотрел видео на телеканале «Россия-1» в программе «60 минут». Обсуждали эту тему. То есть они говорили, насколько вообще справедливо было увольнение, причем обсуждалось скорее не видео даже, и не то, что на этом видео есть, а обсуждалось увольнение. Ну, то есть достойны ли были чиновники такой жесткой меры и такой жесткой реакции со стороны губернатора. И причем мнения не сошлись, то есть как во многих ток-шоу... Закон жанра, так. Да, да, да. Одни говорили, что необходимо было уволить, потому что, значит, они нарушили кодекс чиновничьей, да? А есть такое, да, судя по всему? Не знаю, насколько он есть, но вот хотя бы в каком-то, наверное, таком эфемерном значении он может существовать. Другие же говорили наоборот, что по факту не было какой-то реальной причины, за которую можно уволить. То есть это не про плохую работу, не про что-то такое, это такое вот просто видео. Ну, в общем, наверное, послушаем. Да, послушаем, надо большой фрагмент. Один фрагмент, где свою позицию рассказывает член Совета правого человека Илья Шаблинский. Я думаю, она достаточно интересная. Мы не знаем точно, какое формальное основание лежит в основе увольнения, тут из этого непонятно. Все, что известно, написано на официальном сайте Оренбургской области. Как только я это увидел, понял, что надо увольнять. Да, если увольнение связано так или иначе вот с этим роликом, то в суде этим персонажам, этим двум там замам, возможно, удастся доказать свою правоту и, возможно, удастся выиграть суд. А как же кодекс чиновника? В кодексе чиновника... Мораль! А может закон о госслужбе? Речь должна идти о законе о госслужбе. Там есть ряд ограничений, они довольно четкие. Скажем, нельзя критиковать или высказываться в средствах массовой информации о действиях организации, в которой вы работаете, о своем руководстве. Это есть в кодексе чиновника? Нет, закон о госслужбе. Закон о госслужбе. Насчет кодекса чиновника я такого вообще не знаю. Мы тоже. Нельзя в рабочее время там осуществлять политическую деятельность. И еще ряд других ограничений. Но вот под эти ограничения, вот то, что мы сейчас видели, формально не попадает. Понимаете? На рабочем месте находились. Насчет рабочего места я тоже не уверен. А это что? Вот это его кабинет. Это что? У него задиск тербы. Показан кабинет губернатора. Они на КВН собираются в Сочи, это у них ролик, промо-ролик. Ну что такого? Это КВН. Это сам губернатор. Если в суде они докажут, что они не нарушили ни одно из ограничений, предусмотренных законом о госслужбе, то суд может принять решение в их пользу. Вряд ли они, конечно, восстановятся, но им могут выплатить, компенсировать невыплаченную заработную плату. Мы к тому же должны обратить внимание, что они снимали для корпоратива, для каких-то других нужд. На рабочем месте использовали государственные ресурсы, снимали для своего корпоратива. В общем, вы считаете, что права человека нарушены увольнением. Понимаете, поле для усмотрения суда. Они будут говорить, что это был какой-то их, не знаю, внутрикорпоративный, внутриаппаратный момент, торжество. И они хотели посмешить своих сотрудников. То есть суду они могут это доказать. Я думаю, что на самом деле увольнять надо людей за неэффективность, за непрофессионализм. То есть другие критерии должны лежать в основе. Но суд может принять и вашу позицию. Я не должен стрелять в мою машину, рабочая весть, он не должен это делать. Хочу обратить внимание, вот такая звериная серьезность, она тоже не всегда по делу. Там вот сегодня или вчера запретили этот фильм «Смерть Сталина». А это связь какая? Ну и связь, я вижу какая-то связь. Вот черный юмор стали рассматривать как проявление экстремизма. Нельзя перебарщивать с этой самой серьезностью. Хороший лозунг такой, да, от «Совета по правам человека». Напомню, как зовут? Илья Шаблинский, да. В эфире телеканала «Россия-1». Я только добавлю, что мы, когда разбирались с этим, пытались выяснить, что конкретно возмутило губернатора в этой истории. То есть что конкретно в видео, вот он посмотрел, и вот там деньги из бюджета или что. Женские костюмы, алкоголь, якобы алкоголь. Мы сказали, нам сказали, вот только он первые секунды увидел, а первые секунды – это игра в карты, да, по-моему? Да, да. И после этого сразу все. То есть тут даже дальше смотреть не надо было. Ну, на самом деле, да, вот этот повод, что именно там перешло вот эту грань и черту, после которой людей уволняют. Такая шутка была, прям такая. Тумач, какая-то, да, то мы так и так и не поняли. Ну, вот Марат ждет танких у Малахова в эфире. Ну, ждите, Марат, может быть, и дождетесь. Ну, мы с вами, наверное, на этом эту тему завершим, и я успею рассказать еще про вчерашний интересный судебный процесс.